Выстоять просто невозможно. Школьники на себе прочувствовали Сарму – самый мощный ветер Байкала. Его скорость может достигать 60 метров в секунду. А здесь можно самому стать повелителем стихии. Одним нажатием на кнопку можно вызвать ветер, менять направление и наблюдать, как образовываются дюны, которые часто встречаются на острове Ольхон. Теперь объяснить некоторые явления природы своим одноклассникам в марте станет намного проще. Я раньше думала, что наука и физика – это скучно, но теперь пришла в экспериментарий и узнала, что это не скучно. Мне больше всего понравился стул, где тысяча гвоздей. Там не больно сидеть совсем. Никаких фокусов. Экскурсоводы объясняют, что все это обыкновенное чудо. С помощью красочных моделей дети поняли, как меняется амплитуда галебания маятника и почему возникает явление резонанса. Как извлекаются и распространяются звуковые волны, здесь демонстрируют на примере прибора Терминбокс. Среди экспонатов можно найти и оптические иллюзии. Они также встречаются в природе. Достать, к примеру, вот эту пружину невозможно. Это мираж. Без этой чудо-техники не было бы египетских пирамид. Это кресло-своебразный лифт, который можно смастерить у себя дома. Для этого необходимо несколько блоков и альпинистская веревка. Таким образом нагрузка уменьшается, и любой человек может поднять вес в 3-4 раза больше своего. Любому альпинисту эта система известна как полиспас. Она применяется при наведении переправы через каньоны и реки. Главная особенность – интерактивность. Любой посетитель может принять участие в научных опытах. Теперь у музея два выставочных зала. В прежнем экспозицию планируется больше ориентировать на младших школьников. А выставку в новом зале – в 130-м квартале на средних и старших школьников. Здесь уже собрано около ста приборов. Соответственно, здесь мы оставили приборы для, скажем так, самые интересные, которые пользовались по статистике популярностью. У нас там, мы их сюда перевезли. И плюс к этому мы еще сделали порядка 15 и пока основных таких приборов. Ну, их здесь все видите. Вот стул, термин «Вокс», дюны. И идея, конечно, у нас возникла как-то попробовать в стиле вот таких вот интерактивных приборов показать явления, которые происходят на Байкале. Еще одну партию новых приборов в новом филиале обещают представить уже в ближайшее время. Авторы музея попытались сделать все, чтобы сложный курс физики для юных посетителей перестал быть загадкой. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.